Байкал Универ ТВ 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 Фитнес. Фитнес. А почему именно фитнес работаю там? Кроме интернета читаю книги. Какие книги ты читаешь? Книги Достоевского люблю и что-нибудь с фантастика связано. Я спортсмен, я занимаюсь на стольном теннисом, играю на стольный теннис, еще работаю. Еще учу китайский язык спорта, имею в виду тренажерный зал. Шахматы, карате, все что угодно. И чтение книг, конечно же. Но больше люблю интернет. Пианино, есть гитара. Инстаграм на самом деле это не центр жизни. Жизнь на самом деле очень интересная штука. Главное видеть этот интерес и идти за ним. Рудукова Марина, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Строгая проверка или способ предотвратить трагедию? Зачем университету проводить тестирование на наркотики? Полина Савенко поговорила со студентами БГУ и узнала, что они думают об этом. У Дарственного университета будет запущено социально-психологическое тестирование на наркотики. Любой желающий сможет принять участие, перейдя по ссылке. Результаты этого тестирования университет получит в виде статистики, так как все анкеты анонимны. Социально-психологическое тестирование направлено на выявление степени психологической устойчивости наших обучающихся в трудножизненных ситуациях. Оно не предполагает выявления наркозависимых, оно не предполагает постановки каких-то диагнозов. Статистические данные помогут установить благоприятные и неблагоприятные факторы, которые влияют на студентов университета. Однако они не будут точными, если студенты не захотят принять участие в тестировании. Мы решили узнать у них, как они относятся к этой инициативе. Добрый день, вы будете принимать участие в социально-психологическом тестировании? Здравствуйте, конечно. А почему вы считаете, что вы должны пройти это тестирование? Вы знаете, я вообще против наркотиков и против иных веществ, вызывающих зависимость. Я считаю, что данное тестирование – это очень хороший первый шаг, чтобы предотвратить большую трагедию. Скажите, пожалуйста, будете ли вы участвовать в тестировании? Да, думаю, да, буду. Почему? Я считаю это важным для каждого студента. Возможно, если у студента есть проблемы, специалисты помогут ему справиться с этим, либо он самостоятельно подумает, что нужно что-то изменить в жизни. Девушка, вы будете проходить тестирование? Да, конечно. Почему? Ну, я занимаю активную гражданскую позицию и считаю, что для всех людей, которые тоже придерживаются такой позиции, это уже является каким-то традиционным элементом в жизни. Скажите, пожалуйста, вы будете участвовать в тестировании? Да. А почему? Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это нормальная практика, которая должна проводиться. Почему? Потому что чаще всего наркотики приводят к большим проблемам в жизни, и когда организация может об этом узнать, она может помочь человеку. Скажите, пожалуйста, вы будете участвовать в тестировании? Добрый день, конечно. Почему? Я считаю, что это очень обязательно, и даже принимаю внимание тот факт, что основная волна, которая захлестнула нашу страну в 90-х, именно по распространению наркотиков, уже миновала. Мы должны оставаться бдительны, и мы должны проверять как молодежь, так и взрослых, потому что это может принести огромные потери для нашей страны. Студенты Байкальского государственного университета готовы проявить активную гражданскую позицию и принять участие в тестировании. Этот маленький шаг может принести большие результаты в борьбе с наркозависимостью. Не оставайтесь в стороне и вы. Полина Савенко, Игорь Ситенко, БайкалУниверТВ. Межотраслевой центр повышения квалификации БГУ подготовил новых чиновников со всего Байкальского региона. Представители мэрии изучали работу с бюджетом, финансовую грамотность и даже искусство ведения переговоров. Иллюстративным материалом к темам семинара стали недавние события в градообразующей отрасли. Одно из них – заявление министра обороны Сергея Шойгу о намерении построить новые города в Сибири. Это даже важно и, может быть, тем, кто слушает, и мне, потому что я вижу обратную связь, задают вопросы, я узнаю то, чего, допустим, я не знаю со стороны региона, какие проблемы существуют у муниципалитетов. И, в общем-то, учитываю это даже в своей работе потом. Теплый осенний день – это прекрасный повод возродить традиции своего народа. Как прошел праздник Йохара, расскажет Мария Полежаева. 5 октября Центр культуры коренных народов Прибайкалия организовал на острове «Юность» праздник Йохар на Ангаре. В программе торжества были представлены яркие вокальные и танцевальные выступления, горячий чай с молоком и вкусные бурятские боовы. Ансамбль национального танца «Ангара» провел мастер-класс по традиционным движениям Йохара из разных районов Бурятии. Ребята не знают своего родного языка, не знают своей культуры. И посредством вот этих мероприятий они как-то более, может быть, ближе будут к своей культуре, к своим корням. И чтобы они самоидентифицировались, знали свои корни, своих предков. Культура Йохара возникла в период родового строя в связи с празднествами по случаю удачной охоты. Этот древний обрядовый танец имеет особое сакральное значение, связанное с культом солнца, так как движение танцующих по кругу слева направо совпадает с направлением движения нашего светила. Традиционно танец исполняют каждый год в рамках празднования Саргалгана, Нового года по лунному солнечному календарю. Но и в этот осенний вечер Йохар подарил участникам атмосферу духовного единения и зарядил особой энергетикой. Стоит отметить, что наиболее активно в танце себя проявили представители молодого поколения. Мы представляем молодежную ассамблею народов России, мы россияне, и мы действительно ждали этого мероприятия. И когда сегодня у нас появился вот такой замечательный повод собраться, дружно станцевать Йохар, потому что это танец солнца, мы оцениваем это исключительно положительно, потому что эмоции у нас сегодня только приятные. Два года ковид-19 не позволял любителям Йохара встретиться на общей сцене. Но сегодня все желающие смогли вновь взяться за руки и станцевать древний танец солнца. Йохар на Ангаре! Сегодня мне не удалось освоить все движения солнечного танца, но я обязательно сделаю это в следующий раз в Йохаре на Ангаре. Мария Полежаева, Ирит Титенко, Байкал Универ ТВ. Поединок с воображаемым соперником. Вовсе не детская шаусь, а настоящее спортивное искусство. Хотите посмотреть? Тогда смотрите сюжет Алины Новосардян. Будущая абитуриентка Байкальского государственного университета Дарья Пирва, учащаяся 14-й школы города Иркутска, приняла участие в пятой летней спартакиаде молодежи России, прошедшей в Анапе. Дарья соревновалась в боевых единоборствах, в частности во всестилевом карате. Молодая спортсменка показала свое мастерство в дисциплинах ката и кумите в возрастной категории 16 и 17 лет. В трехдневных соревнованиях спартакиады Дарья с большим успехом завоевала третье призовое место. Это соревнования финала. Финала чемпионата России. То есть, естественно, там были только лучшие спортсмены, которые отобрались заранее уже на эти соревнования. В каждой категории было 16 человек, ни больше, ни меньше. Было не только карате, все боевые искусства – ушу, бокс, самбо и так далее. Дарья занимается карате уже на протяжении 10 лет. Сейчас она – обладательница коричневого пояса. Осталось совсем немного до черного – пояса настоящего мастера. На тренировках каратистка развивает свои физические качества, отрабатывает удары, оттачивает до совершенства технику ката, то есть ведение поединка с воображаемым противником. За обучение и совершенствование спортсменки отвечает ее наставник и тренер Артем Петров. Первая Дарья входит в топ, то есть и в Иркутской области, и в России, то есть ее уровня практически никого нет. То есть, может быть, кто-то есть, но я о них не знаю. Может, они в каком-то уровне, в другом уровне сегмента соревнований. В ближайшее время Дарья покажет свое мастерство на соревнованиях мирового уровня в Турции, где она снова готова бороться за первое место. Как однажды писал один великий историк, спорт – это возможность самосовершенствования для каждого из нас. Иркутские спортсмены, выигрывая соревнования различных масштабов и забирая свои заслуженные награды, доказывают эту истину на своем примере. А мы будем и дальше поддерживать наших ребят в покорении новых вершин. Алина Новосорлян, Игорь Титенко, Байкал Универтовая. А на этом у меня все. До встречи в следующем выпуске.